приветствую всех с вами низи рамос мы продолжаем проходить starcraft 2 wings of liberty и к обычным по традиции на фонд мемблс готов плачивать по 10 тысяч кредитов за каждый биобразец зергов ну в общем это то что мы в прошлой серии выяснили тоже что ты опять скажешь доктор хэнсон просто куколка сладкая как мед по крайней мере хочет такой казаться думаешь она что-то скрывает а ты не задумывался почему зерги так набросились на ее колонию им от нее что-то надо ложечку меда не иначе маленькие пчелки то что я чум я тебя не понимаю зерги здорово запарили этих поселенцев да и не говори у меня такое чувство что я разговариваю сам с собой да джим почему бы это так лаборатория стоп а ты где куда она делась так далее шансы фондом мемблс в основном если делать нечего потому что нам здесь делать нечего хорошо что из-за этих камней корабль еще не рассыпался в пыль сэр вам не напрашивается вывод о том что принимая во внимание визуальное сходство этих фрагментов можно было бы составить из них некий цельный более определенный объект учитывая текущие обстоятельства мне плевать что из них можно составить единственное что меня волнует это сколько мебиусы дадут за них так арсенал даже не думал что когда нибудь вернусь на майнхоф сколько наших надорвалось на этих карьерах филмарийцы выжимали из нас все соки когда мы подняли восстание это не могло больше продолжаться понимаю иногда нужно показать что с тобой должны считаться не знаю за нами правда твои люди заплатили за свободу собственной кровью а мы с мэттом мы были рады помочь я случайно пропустил понимаю не знаю за нами правда за ними винтовки гаусса и боевые роботы ребята гибли ни за что если б ты тогда не появился твои люди ну в общем случайно нажал мышку и даже не знал что так оно бывает а здесь нам что надо здесь нам ничего не надо я вот это хочу изучить себе потому что вот эти мулы это очень хорошая добыча ресурсов быстро и так далее ну и собственно сканирование позволяет делать поэтому и на это уже ничего не нужно будет тратить то есть все наши командные центры автоматически будут такими ну что ариэль вы уже нашли подходящую планету для своих людей да она называется гавань и пока никем не занята правда она находится на границе протасского сектора но кажется вполне безопасной то что нужно вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно а вам не приходило в голову что колонисты могут быть заражены как вы можете даже предполагать такое все абсолютно здоровы очень надеюсь на это ариэль если возникнет угроза эпидемии протасы не станут церемониться на всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зергов традиционная медицина здесь бессильна вирус слишком быстро мутирует но я посмотрю что можно сделать сделать это что вам под силу это все о чем я вас прошу а вот и она я работаю над вакциной от вируса зергов и все таки надеюсь что моим людям она не понадобится Кереган научилась новым фокусом эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень заразной это самое страшное что может случиться личность гибнет и человек превращается в безмозглую тварь если хоть один из колонистов переселившихся на гавань заражен знаю протасы не заставят себя долго ждать и все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу если протасы прилетят на гавань я попробую поговорить с ними что у нас по карте так тут у нас появилось кое-что интересное я думаю давайте закончим уже ну пойдем продолжить течение цепочку квестов ну в общем цепочку миссий связанных с колонистами Ариэль Хэнсон планета гавань Мои люди основали на гавани колонию до недавних пор все было в порядке но внезапно связь с колонией оборвалась они не отвечают ни на одну из частот нужно выяснить что случилось может быть они подхватили вирус зергов на Майнхофе а может на них напали протасы джин я боюсь что случилось что-то ужасное начинаем цель у нас задание защитить колонию на гаване гавань уже близко но сигналы под сэр на орбите флот протасов они блокируют сообщения с колонией и похоже приводят орудия в боевую готовность джин остановите их мэт соедини нас с протасами посмотрим как они настроены Эн Тара Тасадар Джеймс Рейнер я вершитель Селиндис нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах передайором Эн Тара Тасадар Селиндис послушайте при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот люди на гавани не представляют для вас угрозы наши наблюдатели они обнаружили что колонисты заражены спорами зерков их необходимо уничтожить если ты желаешь сделать это сам мы отзовем флот джин некоторые из моих людей заражены но вы же не дадите протасам уничтожить всех если вы сможете выиграть время я найду лекарство от заражения единственное средство от вируса зергов это полное уничтожение инфицированных существ и ты знаешь что это так Джеймс Рейнер я вылечу их джин поверьте мне если же ты намерен помешать нам то будь готов к славной битве выбор за тобой Джеймс Рейнер мы ждем твоего ответа вот я даже прямо здесь сейчас сохранюсь так вот потому что тут на выбор нам дается два взаимоисключающих задания я собираюсь пройти оба сначала я пройду которое в котором я не пойду дальше то есть ну тот выбор который я сделаю для правиль ну так сказать правильный для себя выбор я сделаю в следующей серии а сейчас я другой выбор сделаю чтобы просто задание показать ну и собственно пройти вместе с вами собственно выбор либо защитить колонию принять в конфликте с протасами сторону тиранских беженцев это разозлить протасов но даст колонии шанс начать новую жизнь доктор Хэнсон продолжит поиски вакцины от заражения что придет к научному прорыву в изучении зергов вне зависимости от результата или объединиться со старыми союзниками протаса против тиранских беженцев доктор Хэнсон сочтет это предательством зато колония будет очищена от очагов заражения протасы согласились поделиться своими знаниями в обмен на вашу помощь давайте в первую очередь мы сделаем уничтожим колонию примем сторону протаса арель мне очень жаль на вершитель права поверьте они не прилетели бы сюда если бы не были уверены в своих данных силендис отзывайте свой флот это внутренняя проблема тиранов я разберусь с ней лично что нет это несправедливо я не думала что вы на такое способны джим арель лекарства от вируса не существует иначе вы бы уже давно нашли его единственное что мы можем сделать положить этому конец раз и навсегда это неприемлемо мы можем спасти моих людей всех до единого я почти закончила исследование честь тебе джеймс рейнер ты всегда был верным другом протасов тебе придется тяжело но сегодня ты спасешь многие жизни мы не раз рисковали жизнью ради этих ребят но сейчас мы можем сделать только одно спасти всех кого можно и убить остальных это трудное и страшное решение но если мы не зачистим зараженные поселения то вся планета достанется зеркал что ж лучшее лечение это прижигание правда площадь великовато нам не хватит людей чтобы всюду успеть свон уже позаботился об этом правда свон так точно пришлось задействовать кое-какие связи чтобы раздобыть чертежи для этих игрушек за тобой должок ковбой не забывай эти молодцы могут воевать и на земле и в воздухе нужно только режим переключить викинги станут нашим козырем но похоже что зараженные колонисты уже начали мутировать а эти здания распространяют вирус пора за работу шторм в гаване со временем очки заражения представляют все большую угрозу уничтожайте их как можно быстрее чтобы убрать собственно украхи меня вд fart которую связь не учебció над спорта Нужно уничтожить всех верофагов. Чем их больше, тем быстрее будет распространяться инфекция. Сэр, вижу группу крупных летающих зергов. Судя по полученным ранее описаниям, они похожи на хозяев стаи. Очень опасны для наземных отрядов. Тогда ударим по ним с воздуха. Где там викинги? Ну вот и викинги. Так, у меня энергия есть. Всем внимание. Вы ходите с корабля только в скафандрах. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас подцепил вирус. Эй, брат, морпехи тоже могут заразиться. На тебя приказ тоже распространяется. О, забыл. Ты же не можешь выбраться из своей скорлупки. Сразу строим эту штуку. Верофаг — это распространитель вируса, превращающего колониста в ужасных мутантов. Убейте всех верофагов, чтобы остановить распространение инфекции. Иного боевая единица викинга. Многоцелевой истребитель викинги — универсальные боевые единицы, способные трансформироваться в шагающих роботах. В режиме истребителя викинг использует противовоздушное орудие. В штурмовом режиме он приземляется и выступает в война с наземными войсками противника. Призвольте в космопорте. У нас мы их видели в самой-самой первой миссии. Так, сюда бы что. Я не знаю. Что происходит? Так, нужно вот этого сделать. Сверху рост! Так, и еще парочку народу я бы сюда послал. Нужно защититься от кого угодно. Так, ты строишь вот эту штуку. Ты строишь... Представишь вот это. Ни фига сентября. Ты сюда и ты сюда. Так, и сюда. Так, ну давайте я разрушил вот этих. Хозяева стаи. Действительно очень такие сложные противники для наземных войск. Уда поперли. А ну не двигаться. Э, кто меня атаковал? Не понял, а ты что ли? Зачем утка подгорает? Муж как думать. Так, бункер. Сюда. Бункер сюда. Поближе к этим их подпускать. У меня хватит на двоих этих сейчас. Кого поджарить? Шашлычок. Давай, удиви меня. Вы гасите. Где? Я не понял. Где марпехи-то остальные? Уже побили моих марпехов, что ли? Вы издеваетесь? Походу, одного уже ушатали. Нехорошие люди. Так, а ты что здесь делаешь? Так, нужно еще по бункеру поставить. Пожалуй, вот так вот. Ой. Нужно минералов дождаться. Что-то вообще нет. Чего-то заражение. Я пока не стремлюсь быстро разрушить эти все очаги. Потому что все равно они начнут платиться, если я не ошибаюсь. Я не очень помню это задание. Требуются дополнительные хранилища. Так, куда? Сюда поставим. Нет, вы вдвоем тут в этот бункер идете. Зерги направляются к южному поселению. Мне интересно, мы сможем вот этой небольшой отрядинкой отбить заражение. Дай вы чё. Вообще, надо бы вас зафиксировать на этот. Недостаточно без пены. База отопована. Покатились. Отлично. Недостаточно энергии. Штат, я вас слушаю. Чего так мало без пены? Я не продержусь в одиночку. Будет сделано. Выкладывай. Доченья. Впереди великие открытия. Так, всех перебили? Нет, ещё не всех. Да вы и издевайтесь. Мне нужно быстро вот этого. А это чё? Я не продержусь в одиночку. Так, где этого чинить? Так, отлично. О, ещё у меня тут есть. Виспинщик. Так, у вас трое здесь. О, вы что тут стоите? Дьёвые колбасы. И можно от этих призвать, потому что тут тоже водятся всякие. Тем более, они ещё будут замедлять дополнительно. Прекрасно. Ну и нужно сразу хранилище понаделать. Так, валим. Их могли бы отдать арсенал мне. Вот люди. Неправда, вот-то люди. Так, танки. Призывать бы два танка или нет? Да, призвать. Так мы хорошенько окопаемся от них. Нет, на всякий случай надо будет, мне кажется, поставить. Турелечку. Да-да-да. Надо-надо-надо. Что там приближается? Да, а ты что? Э, это что? 700 здоровья-то издеваешься? Ну, одна аберрация, это всё-таки в любом случае не страшно. Есть тропотенка! Есть, сэр! Есть! Давайте вот так защитим. Сэр, ещё одно поселение находится под угрозой заражения. Какое вот это? Ах, вы ж существа. Ладно, думаю, что этот отряд с ними разделается. Берёд! К победе! Принято! Хорошо! Ладно! Полим? Неприметно! Смело! Ждём главного от этих наших товарищей. Так, нафиг этим. Не стрелять в пол. Ну, надо бы наблюдать всем этим надзирателям. Так, сдох. Как говорят, тараканов тоже можно погасить вот таким вот образом. Всё. Приземляемся, ребят. Требога. Обнаружен велосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. А мы уже думали, что всё пропало. Спасибо вам огромное. Сэр. Стэтмен говорит, что доктор Хэнсон заперлась в лаборатории. Одна. Она в отчаянии. Боюсь представить себе, что у неё на уме. Давай, удиви меня! Даёшь разбой! Сразу побольше народу. Так. Вы вдвоём сюда. Вы вдвоём сюда. КСН готов! Впереди великие открытия. Так вот сюда бы ещё то ролик поставить. За двой счёт! Есть, сэр! Так вот сюда. Даёшь разбой! Давайте улучшим эту штуку. Штаб, я вас слушаю! Так опять у меня арсенала нет. Короче, строй. А вот вы толпа. Просто вся толпа идёт строить арсенал. Эти казармы мне не нужны, поэтому я ставлю хоть сюда, как такой барьер. Ну вот, прекрасно. Уже всё готово. Так можно, кстати, уже начать гасить потихонечку поселение. Это что за... О, как он, смотрите-ка, мутирует. Видимо, аберрации делают. Эй, я не понял. А, не успели, ладно. Гасим. Гасим. Зерги атаковали ещё одно поселение. Да ладно, могу учить. Да, ладно. Ладно, вы сейчас учите вот это, я отправлюсь сюда. В этом поселении больше не обнаружено пересигналы в зергах. Чистая работа сэр. Эй, вы, куда? Хотя, почему четыре? Здесь же ещё не заразили. Вы меня что-то обманываете, товарищ Играм. Так, на всех случаях ещё тролик. Он сюда. Ну что? Так, срочно громить. Так, улучшение завершено, так ты улучшаешь. Видимо, шешёшь ещё. Тракан, втравим. Так, вот этого. Тебя угасит. И вот и всё. Без вашей помощи мы бы погибли. А, видимо, заранее игра уже просчитывает, что... Что будет, если я не спасу. Ну сразу поселение заносится в список заражённых. Ага, стоять. Война на пороге. Вперёд! Так. Готов к трансформации. Вперёд! Гасим всех. Таёшь разбой. Ты куда там приземлились вообще? Чудик. Таёшь разбой. Живи. Вороге. А хорошо, что мы не зерги. Ну что, вот эти штуки по-органическим очень больно бьют. Хотя тут этого нет. Но обычно так оно и происходит. Операцию вызвали ещё одну. Так, знаешь, давай-ка, ты высушищё немножечко этих штук. Я не продержусь в одиночку. Чего-то народу места маловато. Месторождение улучшения завершено. Вот и всё. Улучшение завершено. Валите. Почему нельзя выбрать только ползучих? Так, а вы чё? Обленились. Вот здесь стоять. Да и короче, ладно, все. Садитесь, быстрее разрушу. Так точно, сэр. Месторождение минералов выработано. Гасись. Вот эти-ка делают в заражённых. Хорошие люди. Приступаю. Оп, 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 оп. Оп. Кстати говоря, ты простаиваешь счёт. Отличная работа, сэр. Сканеры показывают ещё два скопления биосигнала в зергов. Говорим, он что-то вообще по всей карте пролетит? Да, вот здесь вот у нас виспен есть, но по сути нам сейчас ресурсы уже не нужны. Мы уже просто вот в стадии... Видеосвязь установлена. Просто уходим, выжигаем всё. Куда собрался? Заражать это поселение собрались. Подлецы. О, как красиво они приземлились разом. Так, я не понял, вы чё? О, фух. Хорошо я тебя разбила. Я не подержусь в одиночку. Так, ты стоишь вот здесь, короче говоря. Вы приземляетесь. В любом случае, все. Вы так куда полезнее в данный момент. А у меня же ещё скорость атаки увеличивается. Тоже здорово. Здорово. Месторождение минералов выработано. Хоть и незначительно. Никуда. Сесть всем. Не то нажал. Случайно. И не взяли, все повзлетали. Чё там? А мне показалось, что хозяин стаи где-то рядом. Высшим их всех. Тролистовый гейзер иссяк. Более. Тролистов делась, собрались. Так, в этом поселении чисто. Молодцы. Идём дальше. Так, ну и наша цель. Так, пока не подходим сразу. То кто их знает, что там? Их стоит. Вообще, он хорошо копался. Фиг меня кто пробил. Ага, смотрите, они уже собрались. Заражать это поселение. Просто всё охрануло. Так, ещё одно поселение находится под угрозой заражения. Ну да, вот. Так, вы куда? Два у меня сказали, приземлиться. Во, прям сюда пролетел, даже не успели ничего сделать. Покатились. Короче говоря, у меня же есть эта штука. Давайте осмотрим, что у нас здесь. Здесь куча муталисков. Так, а эти есть? А, у них тут нет защиты противовоздушной. Поэтому просто сейчас сначала загасим весь воздух. Но очень суда гасят пока морпехов. Так, а как вы быстро растёте так? Сдеваетесь нафиг? Приступаю. Она гибелька поджарила. Главное, чтобы вот эту нечисть разбить. В особенности хозяев стаи. Так, часть оставлю в случае, если прилетят какие-то чудики. Вот такие вот. Прекрасно. Вот мы миссию, можно сказать, и прошли. Хм, простая миссия, на самом деле. Чё, если я тогда парился? На бойца я ведь играл. Я, кстати, вот эту конкретную миссию очень давно, последний раз играл. Потому что обычно я всё-таки стою на сторону доктора Хэнса. И там миссия немножко посложнее, потому что там торопиться надо. Ну, увидим. Громим, всё. А строение нельзя заражать. Ну да ладно. Приступаю. Ну вот и всё. Последние. Операция закончена, сэр. Новых биосигналов зергов не обнаружено. Но у нас в лаборатории возникла проблема. Ну, собственно, тут я все задания и выполнил. Вообще, вообще без проблем просто. Идем далее. Лаборатория Кипериона. Ариэль. Мы тут. Мать. Перекрой все входы. О, боже, только не ты. Ты ведь с радостью сделаешь это. Ты ведь с радостью убьешь меня. Как убил моих детей. Ты инфицирована. Ты уже мертвая. Давай. Убей меня. Вот именно поэтому я чаще иду в другой версии. Да, и в отличие от остальных серий, сейчас я сразу пробегусь по всему кораблю, со всеми поговорю, поскольку в следующей серии мы все равно будем продолжать с другого. Так что, так вот это мы получили. Тлаамский Протес награждает этой печатью Джеймса Рейнера за благодарность за помощь монете Гавань, которую он очистил от вируса зергов. Хм, за штуку я, кстати, вообще не помню. Да ладно. Скажешь теперь, что ты меня предупреждал, что не надо было лететь на Агрию. Не собираюсь бить лежачего. Ну, не повезло, бывает. Ну и потом твои кореша Протесы сейчас гордятся тобой до судорог. Меня не волнует, что там считают Протесы. Мы сами эту кашу заварили, сами со всем и разобрались. Что скажет Тош? Слышал об инциденте в лаборатории. Сочувствую. Ты только не забивай себе этим голову. Мой тебе совет. Живи проще. Никаких связей. Никаких ниточек в прошлое. Только ты и Вселенная. Иногда мне кажется, что все, что мне дорого, разлетается на куски. Это не твоя вина, друг. Подумай, что было бы, если бы беженцы с Агрии прилетели на населенную планету. Это Хэнсон могла крупно подставить тебя. Что по новостям передают? И снова с вами лучший и единственный источник информации. Донни Вермиллион на канале ЮНН. Беженцы продолжают поиски безопасных планет. Их корабли двигаются в сторону центральных миров. Донни, сегодня император Менгск заявил, что он приказал боевому флоту Доминиона не допускать беженцев в космическое пространство центральных миров. Это наводит на мысль, способны ли корабли Доминиона открыть огонь по мирным судам. Комментарии генерала Борфилда. На сегодняшний день все наши усилия сосредоточены на сопротивлении нашественных зергов на центральной мере Доминиона. Другими словами, генерал уклонился от ответа. Если солдаты Доминиона откроют огонь по безоружным людям... Окей, мы ведь не возьмемся предсказать, как поведут себя наши ребята. С вами был Донни Вермиллион на телеканале ЮНН. Менгск внезапно обнаружил, что управлять империей это не только принимать парады и толкать речи. Так, что у нас здесь? Да, собственно, ничего нового. Изучать мы, естественно, уже ничего даже не станем. Эвка и компания были, мостик. Что на мостике творится? Мне очень жаль, что так получилось, рельса. Но у вас не было выбора. Хватит бездельничать. Ну и что скажется вон нам на этом? Мы же могли спасти больше колонистов. Если честно, нет. И если ты еще сомневаешься, то у тебя парень-крыса поехала. Был ведь, наверное, другой выход. Нет, если бы мы вовремя обнаружили вирус. Слушай, если даже башковитые протасы со всеми их технологиями и псионикой не смогли с этим справиться, то мы и так сделали слишком много. Бывают в жизни огорчения. Ну, в общем-то, так. На этом мы закончим данную серию. Я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. В следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok